Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите проект «Союз онлайн» в студии Ирины Пономарёва. В Екатеринбурге открылся клуб для семей, которые усыновили детей. Далеко не все приёмные родители успешно справляются с воспитанием ребёнка, у которого уже в жизни была большая травма. Потеря кровной семьи. Новый проект социального отдела Екатеринбургской епархии призван помочь приёмным семьям преодолеть трудности. И сегодня у нас в студии инициаторы проекта Елена Германовна Попова, кандидат философских наук, руководитель Центра защиты семьи «Колыбель» и Ольга Петровна Рудацкая, психолог и координатор клуба для приёмных родителей. Здравствуйте! Здравствуйте, зрители! Елена Германовна, к вам хотелось бы обратить первый вопрос как к руководителю проекта «Как родилась его идея?» Центр защиты семьи «Колыбель» занимается защитой семьи, и поэтому мы давно работаем с различными ситуациями семейными, супружеские отношения, семейные отношения. Но, наверное, самая сложная ситуация, которую переживает семья, это как раз семья, которая приняла приёмных детей. Своих родных детей воспитывать сложно, а тут такая нагрузка на супружеские отношения и на отношения детско-родительские, и на братско-сестринские, потому что очень часто семья, которая принимает приёмных детей, у них есть свои кровные дети, и тут целый комплекс проблем. Я понимаю, что есть очень много школ сейчас, которые подготавливают к этой трудной задаче родителей, но подготовка не всегда бывает одинаковая. Я не говорю, что там плохо что-то делают, но просто разные подходы есть к этой проблеме. Я, например, знаю, что если ответственные, качественно, профессионально готовят родителей к этой миссии трудной, сложной, то возможен определенный процент родителей, которые, пройдя школу приёмных родителей, понимают, что это непосильная ноша, и им не стоит брать на себя такую ответственность. Задача нашего проекта заключается в том, чтобы сократить риск, сократить процент вторичного возврата приёмных детей. То есть вы консультируете не тех, кто собирается взять ребёнка, а тех, кто уже его взял, и хотя он даже готовился, столкнулся с определёнными проблемами. Да. А эти проблемы неизбежны, потому что, когда ребёнок находится в госучреждении, он как бы находится в состоянии заморозки, его чувства, его отношения, они заморожены. А когда он попадает в родительскую семью приёмных родителей, когда его отогревают любовью свои родители, новые родители, то всё оттаивает. И в том числе и боль, и страхи, и переживания, и всё, что он запечатлел, когда от него отказывались родные кровные родители. И всё это нужно пережить совместно. И поэтому, конечно, адаптацию проходят, и трудности переживают как дети, так и родители, которые взяли на себя этот крест. И понимаете, ведь почему вот этот клуб необходим? Потому что нужно соответствовать той роли, которую взял. А бывают такие ситуации, когда очень трудно и очень больно самим родителям всё это нести, этот крест. Как было сказано на конференции, которую мы недавно, на которой мы посетили в Марфомариинской обители, нужно научиться родителям переживать невыносимые ситуации. Я думаю, что вот в этой родительской любви главное свойство — это терпение и смирение. Потому что не всё возможно поправить, а принять эту ситуацию такой, какая она есть. Мы всё сделали. Мы вложили свой труд, свою любовь, свои чувства, своё время, свою жизнь. Но какие-то раны, они, может быть, с десятилетиями могут рубцеваться. И поэтому, в принципе, всё это мы хотим с родителями вместе переживать и помогать. Кто вместе с вами будет помогать, кто ваши соратники? Вот. Ну, у нас... Я так понимаю, Ольга Петровна, да? Ольга Петровна, конечно, она в теме, она наиболее, так сказать, погружённая в эту тему. И эта тема, конечно, была её основной. Но мы её поддержали, потому что мы понимаем, что это действительно очень значимая тема. Мы, понимаете, можем объединить здесь и свои психологические, профессиональные знания, навыки и социальное такое звучание этой темы. Потому что очень многие родители взяли детей, несут этот груз. Но им нужно сообщество, которое... Вот единомышленников, которые переживали что-то. И мы поэтому хотим создать определённый костяк вот этого клуба, помещающихся. Если вы в специалистах, то, получается, это психологи, да? Это священники, наверное, да? У вас клубы при храме, при соборе Успения. Значит, Ольга Петровна, Вера Александровна Мурзаева, Надежда Гавриловна... Алинурова с нами тоже подключилась. В принципе, мы приглашаем и наших психологов из психологического центра Ладья. Я думаю, что это наш будет в дальнейшем совместный проект. Ну, священники как-то будут? Лариса Михайловна Рябкова. То есть, в принципе, у нас есть психологи, которые имеют опыт работы в той или иной степени с семьями в трудной ситуации, с семьями многодетными. Мы всё равно сталкивались и работали, и помогали с семьям, у которых есть приёмные родители. Это не было такой целевой группой. Сейчас это целевая такая группа. Конечно, у нас есть духовник. Вот отец Евгений Попеченко. И он, конечно, нам всячески оказывает нашу поддержку духовную. Потому что проект у нас называется «Покрова любви». Потому что самое главное заключается в том, что этих детей нужно накрыть покровом любви. Любви Божией и нас. И тех, кто к нам придёт накрыть этим покровом. Потому что это сложная тема. И наша любовь, и наша вера в то, что если мы этот крест взяли, и если мы вступили в эту брань, мы должны не отступать. И вот перетерпеть, полюбить и нести крест, я думаю, что это самое главное. Ну что, я думаю, уже дадим слово Ольге Петровне, да, как человеку, который, насколько мне известно, уже не первый далеко год занимается с приёмными семьями, а имеет большой опыт в этом деле. Вот если говорить о конкретике, как будет строиться работа клуба, что вы будете делать с теми родителями и детьми, которые к вам приходят? То есть понятно, что надо терпеть и молиться, да, но вот всё-таки какие конкретные будут формы работы? И, собственно говоря, уже прошла первая встреча вашего клуба. Что вы делали, что вы будете делать? Можно я для начала уточню, что наш клуб, он не только для тех, кто усыновил ребёнка. То есть есть разные формы, и мы приглашаем всех. То есть приёмных родителей, опекунов и усыновителей, потому что от юридической формы, вот от того, как оформлены отношения, психологическая составляющая не меняется. Вот, то есть наш клуб для всех. И мы, сама идея клуба, она про то, чтобы каждый приёмный родитель, который, сталкиваясь с трудностями, чувствует своё одиночество, чтобы он получал поддержку как от таких же родителей, понимал, что он не один, что есть люди, которые также, сталкиваясь с трудностями, преодолевают их. У кого-то есть уже опыт, кто-то уже преодолел адаптацию ребёнка в семье, преодолел, справился с трудностями, когда ребёнок становится совсем своим. И вот это вот принятие его иногда таким, какой он есть, иногда с особенностями здоровья, иногда с особенностями поведения, оно завершается. И ребёнок проявляет лояльность семье, слушается, любит, становится своим, и с ним становится, может быть, легко, может быть, приятно, по крайней мере, так же, как со своим ребёнком. Есть специалисты, которые готовы поделиться своим знанием. Но самое главное, у нас нет волшебной палочки. Мы не можем сделать того, чтобы не было какой-то боли, которая была у ребёнка. Она связана как с утратой. Родители не всегда отказывались от него. Иногда они просто стали неспособными дальше его воспитывать. Иногда ещё что-то случилось. Иногда у ребёнка есть опыт насилия психологического или физического. И изменить его историю, его прошлое нельзя. Но мы можем постараться быть рядом. Родителям быть рядом с таким ребёнком трудно, потому что когда он начинает доверять, он начинает проявлять не только свои надежды и радости, но и свою боль, свои страхи, свои тревоги. И родители в это время могут переживать свои фрустрации, неоправданные ожидания. Потому что когда заканчивается период, когда мы хотим друг другу нравиться, и начинается период, когда мы уже становимся такими, какие есть, родители встречаются, не всегда готовы встретиться с этими страхами ребёнка, которые проявляются не в том, что «Мама, мне страшно, помоги мне». Иногда в воровстве, иногда в капризах, иногда в каком-то очень странном, неадекватном поведении. И требование внимания и страха того, что я снова могу остаться один, может оказаться в каких-то истериках неприемлемых и постоянном требовании внимания. А у родителей ресурсы не бесконечны, потому что быть родителем – это быть 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вот как раз ваш клуб, он призван дать этот ресурс родителям, да, я так понимаю, что это и групповые встречи, и индивидуальные консультации тоже? Да, мы предлагаем родителям индивидуальные консультации для того, чтобы можно было обсудить именно свою ситуацию, разобраться именно в своей ситуации. И даже такая простая форма, как комната дневного пребывания, когда мама может просто 2 часа погулять по городу и побыть наедине с самой собой, а может быть, сходить в спортивный клуб, а может быть, ну, сделать себе маникюр, а может быть, сходить в магазин. Ну вот просто это какое-то время для себя. Если она не может придумать ничего другого, то даже такую форму мы предлагаем. А клуб, даже клуб – это может быть время для себя, потому что мы приглашаем как можно больше своих специалистов и добровольцев для того, чтобы мама могла порисовать для себя, когда рядом рисуют дети, и им помогают справиться с этой работой психологи. Смастерить куклу для себя. Вот. То есть наша задача – попытаться быть рядом, когда трудно, попытаться быть вместе. К сожалению, волшебной палочки нет. Но мы готовы быть рядом на этом пути. Я так понимаю, что сейчас прошла только вот одна встреча клуба, и можно еще присоединяться к его работе, да? То есть мы можем пригласить всех наших желающих зрителей, но, конечно, кто успеет вперед записаться, да? Потому что количество мест в клубе все-таки ограничено, нельзя на 100 человек проводить уютную, добрую, значит, беседу, да? Поэтому приглашаем тех, кто заинтересовался этим проектом, звонить в Центр защиты семьи Колыбель, да, записываться в этот клуб и, конечно, приходить на встречу. Ближайшая встреча состоится 15 декабря в 15.00, да, в Соборе Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Это будет суббота, адрес собора Екатеринбург, улица Кирова, 65. Так что, друзья, если кого-то заинтересовала эта информация о создании клуба для тех, кто воспитывает приемных детей, приходите, я думаю, что вы найдете большую важную поддержку. Редактор субтитров А.Семкин